Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха МакФлай. Я на Куликовом поле. Здесь происходит фестиваль «Стой коловен и солдатик». И есть вот такие торговые ряды. И вот это самая потрясающая палатка. Мы прямо в первый день познакомились здесь с ребятами. Ощущение, что попадаешь в прошлого. Здесь военные вещи, здесь вещи со складов охранения, здесь антиквариат, здесь уйма всего интересного из Советского Союза. Главное, все новое и все это капсула времени. В общем, давайте я вам покажу. Это реально очень круто. Ссылку на них оставлю в описании. То есть все это реально можно купить и пользоваться. Погнали! Панамки. Это панама, шароварная ткань. Образца 1938 года для жарких районов. Реплика, но очень качественно. Сьем сами. Пуштунки. А сколько стоит? Пуштунка две, но она родная, афганская. Вот эта штука интересная, про нее мало кто знает. В блокадном Ленинграде изобрели такую приблуду, амполумед называется. Сюда заливался фосфор, холостым снарядом такая труба его стрелялась, разбивался об танка. Танк было не потушить. Запонки, бюстер, башмак прикольный. Вот эта штука редко из карельской березы. Оригинальный год. 1899. А сколько такая, что это вообще что? Ну, шкатулка. А сколько стоит? 20000 стоит. Чуть все. Вот эти ножницы, вы где берете? Ножницы? А вот эти все запакованы. У нас машина времени, есть ли тайм на выходные. А это оригинальный, да, прям вот все в Москве? Все советское, со складов, на бирках. Вот. А что уметь вообще? Прикольно. А вот эти главные борт тоже сами скидываются? Да, свое производство. Вот эта шапка мало кто знает. Почему у вас это? Шапка, что ли? Не, не папаха. Это шапка финка. Начало войны, на 41-й год. И на финскую войну тут на шинельных крючках отстегивается все. Мех натуральный, тут каракуль. Внутри хбшка двойная диагональ. Сукно. Вот таких шапок. Первая русская ушанка. А такая сколько стоит? То есть просто меха на 3000. Черная есть с каракулем, то 5. Ага. Немало. Картуза ручной работы. Мастеру давали бы ткань. Это оригинальная ткань, тоже шароварная. Кожаный козырек. Ну, такие вот купеческие. Вот чемодан у нас хороший. С деньгами. А вот эти кружки тоже склады все? Да, эмалированные. Притом они именно вот, вот которую ты взял, это РКК. Ручками отличаются. Клейм там за МЗ. А это вторая мировая война. А такие по чем? По 200. А это по 100. А это на какой период? Ну, она тоже на РКК, но чуть более поздняя. Ручка, вот видишь, не с таким изгибом, не ушко. А, а что там разница? Какой ценник? Это все. А там с той стороны у вас? Вот это что там? Это взрывмашинка, 1949 год, по-моему. Но там клейма есть. А, на что? Десятку. А вот эти вот все тоже настоящие со складов, да? Ну, конечно. Где такие склады вообще? По чем чайник? Амалированный. Амалированный тысяч. А поменьше нет? Поменьше? Горшок есть с ручкой. Горшок? Настоящий? Ночная ваза. Ну, как не, для чая. Посмотрите, у него ручка есть, крышка есть. У нас так на огороде стоит. Большая пивная кружка. Такой вынимал, похоже, да? Ну да, вот свечки, кстати, блиндажные вермахт оригинальные. 20 минут горят. А такие сколько стоят? По 100 рублей. А вот эти бушлаты, это откуда чего? Ну, тут бушлату с хлястиком от образца 69-го года, ну, времен Афгана. Ват настоящая, ткань тут 3302 артикул. Ну, оригинальный бушлат, он 1000 рублей. Тебе надо взять обязательно просто. Тысячу всего стоит? Да. Голи, клево. А ремни почем? Ремни город Ленинград, прошитые. 2000. Кожа настоящая. А вот эта вот у вас одна? Это кобура от Стечкина. Она пустая, быстро забирают. А это тоже остаток или это какой? Это секрет. Пустунка. Это советские ботинки. Редкие. В коричневом окрасе ранние. Ну, это ранние, потом черные были у солдат. А так они, в принципе, они прошиты. Они генеральские считались именно коричневые. Послевоенные. Размер тут редкий, 43-й. Ну, не то, что редкий, ходовой размер. Один стоит тысячу. А два, соответственно, три тысячи рублей. Ну, если второй нужен, пять доплачиваешь. Вот такая крутая палатка, друзья. Повторюсь, ссылку оставлю в описании. Заходите, смотрите, покупайте, любите историю. Миклуха Макфлайд. Пока-пока.